Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном важном приеме, биологическом приеме, который будет способствовать очень хорошей холодоустойчивости растений, в первую очередь растений томата, а также других растений, и петунии, и огурца, и многих-многих других, связана необходимость повышения холодоустойчивости с неустойчивой погодой в весенний период, и снег обещают еще, и заморозки, конечно же, до июня месяца, и в июне иногда бывают, и холодные ночи, и ветер сильный, который тепло выдувает из теплицы, и пасмурные дни, которые не позволяют разогреться теплицей как следует, а уж тем более в открытом грунте растения также страдают от перепадов температуры, особенно, что касается растений, выращиваемых через рассаду, из тепличных, таких мягких условий, рассадок, капусты, там других растений, огурца, переносится на грядки, и даже несмотря на то, что прикрывается, например, спонбондом, как-то утепляется еще, начинает страдать от холода. Холод влияет на растения так, что корни перестают нормально всасывать влагу, а вместе с водой, с раствором почвенным, они перестают всасывать и питательные вещества. Все это негативно сказывается на росте вегетативной массы, листьев, стеблей, растений. Как следствие, недостаточно питательных веществ попадает в корень, корень не растет как следует, и эта цепная реакция приводит к тому, что растения развиваются плохо, медленно, болеют, не выглядят ненормально, выглядят больными. Очень есть много доказательств тому, что грибы рода триходерма, а именно триходерма харцианум, колонизируя корни растений, в значительной степени способствуют повышению их холодоустойчивости. В принципе, дружественные растения микроорганизмы, в том числе триходерма харцианум, но я именно на ней фокусируюсь, потому что самое убедительное доказательство того, что колонизация корней микроорганизмами приводит к повышению их холодоустойчивости и адаптации к холоду, вот сделаны такие доказательства, самые яркие, самые очевидные для триходермы харцианума. Она входит в состав препарата глиоклодин, других препаратов. Так вот, колонизация корней приводит и к тому, что хорошо корни всасывают питательные вещества в условиях холода, и не снижается рост развития растений, или уж, по крайней мере, не происходит таких драматических повреждений, которые приводят к плохому развитию растений, к торможению развития растений, и, как следствие, к низкому урожаю впоследствии. Потому что вот в этот, как бы, ну, ювенильный, юный период растений очень важно, чтобы они развивались хорошо, чтобы они развили ту корневую систему, которая впоследствии обеспечит питание плодам. Это и огурца, и томаты, и перцы, и баклажан всех растений касается. Что ж, очень правы те, кто последовал нашим советам, которые мы давали неоднократно на канале про цветок здесь, и говорили о том, что при высадке рассады, если кто-то не высадил, им будет эта информация еще раз полезна, необходимо в обязательном порядке в лунку добавить триходерму. И весенний период лучше, если это будет при посадке растений, или при посеве семян, там, в луночке, можно как угодно вносить. Лучше всего, если это будет триходерма-харцианум. Очень многие наши зрители научились выращивать триходерму-харцианум в сухом виде, в влажном виде. Соответственно, они могут использовать те препараты, которые вырастили в своих домашних условиях. И щедро, так сказать, щедро ими пользоваться, использовать их столько, сколько им необходимо. Переборщить с триходермой практически невозможно. Но все-таки экономить, ну, надо, потому что, ну, зачем слишком много, если все равно уже, если очень много вносить, все равно лучшего эффекта не будет. Надо вносить оптимально. Что же делать тем, кто не внес своевременно эту самую триходерму? На самом деле, внести ее уже по посаженным растениям совсем несложно. Ну, у меня вот здесь вот есть домашняя выращенная триходерма. На зерне она у меня выращена. Я вам сейчас покажу крупным планом ее. Вот. Можно внести ее вот в таком вот виде, в каком она есть. А можно немножечко сэкономить. В качестве носителя, дополнительного носителя этой триходермы, вы можете использовать любой органический субстрат. Это могут быть отруби, пшеничные, овсяные. Это может быть пропаренное зерно. Это могут быть очень хорошо комбикорм, какой-нибудь такой богатый питательными веществами. Это может быть собачий или кошачий сухой корм. Ну, вот что угодно. Что-то вот такое сухое, сыпучее, что содержит в себе достаточное количество питательных веществ. Вы можете смешать вашу триходерму с этим субстратом, с этим носителем в соотношении примерно 1 к 10. И как следует перемешать. Что я сейчас и сделаю. Я вот прям руками беру вот этот кусочек такой триходермы. Я совершенно, видите, не переживаю за то, что мне попадет на руки там еще куда-то. Вот таким вот образом делаю. Сюда вот всыпаю эту триходерму. Ну, у меня она кусочками такими была. И вот просто закрываю и вот так вот перемешиваю с этим носителем. На этот носитель попадет колоссальное количество спор триходермы. И попав во влажную почвенную среду, триходерма начнет очень здесь активно развиваться, разрастаясь и колонизируя как следует корни. Ну, вы можете этого и не делать, разбавление. То есть вы можете использовать триходерму в том виде, в котором вы ее нарастили. Не проблема. Но если ее у вас не очень много, а растений очень много, и надо внести эту триходерму под эти растения, соответственно, вы можете сделать еще один раз вот такого вот рода разбавление в таком сухом субстрате. Далее, что нужно сделать? Процедура очень проста. Возле корневой системы растения, ну, я возьму томат, вы делаете черенком луночку такую, ну, примерно добираетесь до корней, то есть примерно на 15 сантиметров делаете глубиной такую луночку. И в эту луночку закладываете буквально чайную ложечку вот этой смеси или триходермы, которую вы нарастили. Папа, вот в эти почвенные благоприятные условия буквально через 2-3 суток мицелий триходермы уже доберется до корней, колонизирует корни и начнет их как следует оздоравливать, обогащая различными биологически активными веществами. Для того, чтобы простимулировать рост триходермы, я заодно пролью вот после этой процедуры эти посадки своим розовым раствором, томатным раствором, о котором я говорил, для адаптации растений томата и других растений его тоже очень хорошо применять. Заодно он также простимулирует рост триходермы. Таким образом мы сделаем такой двойной удар по неблагоприятным условиям, которые создаются в весенний период для томата. Сделаем такую адаптационную бомбу для корневой системы для растений томата и других растений и поможем своим растениям как следует жить, как следует развиваться. Что ж, я надеюсь, что если у вас есть такая проблема с томатами, она возникла, то в этом случае вы прибегнете к этому способу для того, чтобы оздоровить ваши растения наилучшим образом. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!